Дорогие преданные, доброе утро. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Я хочу сделать объявление, которое уже было размещено на сайте Гуру Махараджа. Просто повторить его. Для тех, кто, может быть, не видел в блоге, я сейчас его снова повторю. Это объявление касается новой ссылки в Zoom, на JAPA-сессии, которая будет уже со следующей сессии, начиная с субботы и дальше будет новая ссылка, а эта ссылка уже не будет действовать. Мы вынуждены сменить старую ссылку на новую, поскольку по нынешней ссылке нас все больше атакуют вредоносные программы. И теперь, чтобы оградить новую ссылку от новых атак, нам нужно принять все возможные меры предосторожности. Поэтому, пожалуйста, не распространяйте новую ссылку в социальных сетях, не размещайте ее на публичных чатах, форумах, беседах, в Фейсбуке, Вайбере, Ватсапе, Телеграме, ВКонтакте. Просто копируйте, сохраняйте ссылку для себя. И если с кем-то делитесь, обязательно предупреждайте, что не нужно ссылку распространять в публичных сетях, где-то в публичном доступе, потому что разные вредоносные программы оттуда берут эту ссылку и тоже заходят в конференцию. И также будет пароль. Вот пароль, он был указан на сайте Гуру Махараджа. И сами цифры пароля тоже лучше не называть, а копировать пароль так, как он был указан в блоге. Это число бусин на Джапа Мали. Вот, пожалуйста, отнеситесь к этому максимально серьезно. Гуру Махарадж сказал, что он еще не принял окончательного решения о том, как дальше будут продолжаться сессии, о том, какие дальше будут стихи. Извините, что вы не сделали решения о том, что в будущем. Для этого ничего не изменится, кроме того, что совместительная трансляция будет доступна в каждой классе. То есть у нас ничего не меняется сейчас в Джапа-сессиях, только то, что теперь будет синхронный перевод на каждой лекции. И были разные предложения, я еще не принял никаких предложений, которые мне делались. И также ко мне обратились несколько преданных с просьбами. Преданные говорили, что они хотят слышать меня. По разным причинам они хотят слышать также меня, а не только одного переводчика. И там были разные предложения. Одно предложение, чтобы мы не меняли наш метод перевода и продолжали последовательный перевод, фразу за фразой. И вот что я ответил. Я еще не знаю, что я буду делать в будущем. Но я точно знаю, что, по крайней мере, в течение следующей недели, может быть, двух недель, ничего меняться не будет. И также я хочу сказать тем, кто хотят слышать мой голос. Я услышал вас, но я могу ответить вам. Тогда просто слушайте английский. Праупада так делал со своими учениками, когда он говорил на хинде, он так поступал. И часто он читал лекции на хинде перед своими учениками, и он говорил, «Садитесь и слушайте меня на хинде». То есть перевода не было. И также, может быть, вы можете улучшить свое понимание английского, просто слушая меня, как я говорю, по-английски, без перевода. А если вы захотите понимать все, о чем я говорю, то вы можете пойти на ютуб и там послушать ту же самую лекцию с переводом на русский. И таким образом вы сможете слышать меня, сможете слышать интонации моего голоса, и вы все получите. И у вас будет целых две лекции по одному и тому же стиху. Вот моя рекомендация. Но это пока сейчас, на этот период, это еще не окончательное решение. Может быть, в течение одной-двух недель я еще не принял решение. Пока я не буду об этом думать. У меня есть слишком много других тем, о которых я хочу подумать. Вот мое объявление. Итак, я хочу удостовериться, что те преданные, которые просили меня, чтобы все оставалось по-прежнему, чтобы они могли слышать меня, а не только переводчиков. Я хочу заверить вас, я вас услышал. Вот мой ответ. Я вас услышал. И вы можете слышать меня, как и раньше. Тогда просто слушайте английскую лекцию, не включайте функцию переводчика. Сегодня я не уверен, насколько долгой будет моя лекция. У меня много других моментов, на которые я хочу обратить внимание. Также сейчас среда, у нас будний день. Я прочитаю лекцию по Брихад Бхагаватамрите. И еще один момент я хочу упомянуть, пока я не забыл об этом. Я слышал такую рекомендацию читать по две лекции в неделю и просто продолжать. Ну просто продолжать читать Брихад Бхагаватамрите. Потому что те преданные, которые не понимают английские лекции сейчас, мне вот так сказали, что я в любом случае повторяюсь на русских лекциях. То есть то, о чем я уже говорил на англоязычных лекциях, я это повторяю на русских лекциях. Но я хочу подчеркнуть, что я не просто повторяю. Все, что я сказал на англоязычной лекции, когда я снова читаю эти стихи для русскоязычных преданных. Может быть, я включаю что-то из того, что я говорил на лекциях на английском, но в тех лекциях, когда я говорил последовательно, предложение за предложением с переводом по тем же стихам, по которым я ранее говорил для англоязычных преданных, я много говорил другого, помимо того, что я сказал на англоязычных лекциях. Если вы не слышали эти лекции, ну что я могу сказать? Но я говорил много другого, чего я не говорил ранее на англоязычных лекциях. Поэтому это не просто повтор того же самого. Я не просто повторяюсь. Хотя с русскоязычными преданными мы сейчас на 50 стихов отстаем от англоязычных преданных. И я изо всех сил стараюсь, чтобы не просто повторять то же самое, но говорить еще какие-то подробности, которые я не упоминал ранее. Я хотел сказать об этом, потому что если некоторые преданные так думают, и кто-то может думать, что нет необходимости слушать предшествующие русскоязычные лекции. Если вы так считаете, ну хорошо, я не против. Для меня это не играет роли. Но я просто хотел, чтобы вы понимали, что я не просто повторяюсь все, что я говорил на англоязычных лекциях, и я снова это повторяю на лекциях с русским переводом. На русских лекциях есть дополнительные подробности. Вот этот момент я хотел подчеркнуть. И теперь переходим к Брихат Бхагаватамрите. И мы читаем, том 2, глава 4, текст 112. 112. 112. Омнамо Бхагавате Омнамо Бхагавате Пхагавате 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 Время от времени в садах Вайкунтхи я видел, как Господь разворачивает Свои игры, приняв тот облик, что был у него во Враджи. Я видел, что эти сады заполнены стадами коров. В другое время он, как обычно, восседал во всем великолепии на Своем троне, хотя выглядел при этом в точности, как мой Господь копал. Комментарий. Иногда Гопа Кумар ловил взгляды Господа Нарайана, игравшего в садах Вайкунтхи, как пастух, управляющий коровами. И даже в огромном дворце, где Господь восседал на лучшем из тронов, окруженный такими преданными, как Лакшми, Дарани, Шеша и Гаруда, Гопа Кумар иногда видел его в облике Шримадана Гопала в таких же одеждах с соответствующими атрибутами, окружением и другими чертами. Я также прочитаю следующий стих. И даже тогда, поскольку я знал, что это Верховная Личность Бога, и помню, что нахожусь на Вайкунтхалоке, в моем сердце поднимались чувства почтения и благоговения, которые препятствовали моей чистой любви и оставляли мой ум неудовлетворенный. Комментарий. Видя Господа Нарайану, как Мадана Гопала, Гопа Кумар забывал о том, что Господь — всемогущий повелитель мироздания. Но потом он вспоминал, что находится на Вайкунтхе, где преобладают настроения трепета и благоговения перед Господом. Попав под влияние настроения Вайкунтхи, Гопа Кумар не мог больше испытывать те же самые приливы премы, что и раньше. Ом Агнана Тимиранда Сиага Нанжана Силакая Чакшуа Аммиритам дина Тазмай Си Гураве Намаха Хукам Куроти Вачалам Вангум Лангайати Гарим Ят Крипатама Хам Ванде Си Гуранди Натаранам Нама Ом Вишну Падая Кришна 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 Хри 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 Харирама, Харирама, Рама, Рама, Харири, Харири. Последние стихи были посвящены тому, что Господь — это Сарвагьяши Романи и Прабу. Эти два слова, которые употреблялись в последнем стихе, Сарвагьяши Романи означает «лучший из знающих всё», а Прабу — «Верховный Господь». И мы объяснили, что Господь, будучи всезнающим Сарвагьяши Романи, мог ответить взаимностью, поскольку Он знал, что происходит в сердце каждого. И поэтому Он проявлял для Гопа Кумара форму на Вайкунхе, которая была предназначена для того, чтобы облегчить боль разлуки, которую испытывал Гопа Кумар. И мы также объясняли, почему это не могло длиться долго из-за самого места, где находился Гопа Кумар в этой теме, и также, чтобы усилить Его разлуку для того, чтобы сделать Его квалифицированным, для того, чтобы Он дальше двигался к Своей конечной цели. Я хотел ещё кое о чём сказать, но внезапно это вылетело из головы. Так или иначе, может быть, я вспомню, я продолжу говорить. Итак, этому был посвящён прошлый стих, прошлые стихи. И, да, я вспомнил, что хотел сказать. Ещё один очень важный момент. В этих стихах, о которых Гопа Кумар говорит вот сейчас, чтобы понять их правильно, мы должны рассматривать их в контексте, в котором они были произнесены. Иногда мы можем слышать, что Гопа Кумар говорит о существовании этого места, о существовании такого места, как врач. Почему он говорит об этом? Потому что в данный момент он пересказывает всю эту историю Браману из Матхоры. Он пересказывает эту историю, свою личную историю Браману из Матхоры. И поэтому иногда в этот пересказ он включает какие-то моменты, которые указывают на то, что есть более высокое место. Но в это время, когда Гопа Кумар всё это испытывал, когда он был на Вайкунхе, тогда он ещё не знал этого. Он не знал ничего о Врадже. Он не знал об этой более высокой обители. Он ничего об этом не знал. Он знал только о том, что он испытал в своих медитациях. и так же он говорил о Гокуле в Матхуре, о Гокуле на Говардхане, там, где он жил, как пастушок. И в этом месте, в Гокуле, он описывал свои разные впечатления, когда он бывал в этой Гокуле. Но он ещё ничего не знал о Голоке. Но иногда он указывает об этом Браману из Матхуры. Не потому, что он тогда знал об этом. То есть, когда он был на Вайкунхе, он ещё не знал об этом месте Голока. Но когда он рассказывал об этом позже, Браману из Матхуры, он уже знал о Голоке. Поэтому он ссылается на это место. И поэтому Гопа Кумар изо всех сил старается сейчас на Вайкунхе, он изо всех сил старается уверить себя, что это и есть то самое место, которое я искал. Он очень старается убедить себя, потому что он ещё не знает, что существует Голока. И он старается убедить себя, да, это то самое место. И Господь ему помогает, раскрывая какие-то образы. И иногда он видит Господа в форме Мадангапала. Иногда он видит, как он сидит на троне. Иногда он видит другие формы Господа. Он видит там Радхарани, Чандравали. Но, как мы сказали, всё это недолго продолжалось. Потому что в его сердце было это сильное желание. Итак, об этом говорили прошлые стихи. И в сегодняшнем стихе он говорит, «Поскольку я знал, что это верховная личность Бога, и поскольку я помнил, что нахожусь на Вайкунхе Локе, в моём сердце поднимались чувства почтения и благоговения, которые препятствовали моей чистой любви и оставляли мой ум неудовлетворённым». То есть, он говорит Браману из Матхоры, вот что с ним происходило. Я понимал, что нахожусь на Вайкунхе, и я понимал, что вижу Верховного Господа, что это верховная личность Бога. и мы много раз слышали о разнице между Айшварией и Кевала. Из-за присутствия Айшварьи любовь преданного уменьшается, она как бы ограничивается, потому что когда преданный видит объект своей любви, воспринимает его как Верховного Господа, тогда способность действовать на платформе равенства так, что мы равные, она не проявляется. Невозможно действовать как равный, когда мы воспринимаем его как Господа. И об этом говорится в Чайтане Чаритамрите. В начале Чайтане Чаритамрите в Аде-Лиле об этом говорится, что пастухи, пастушки считают себя равными к Кришне, когда они говорят Кришне, «Да кем ты себя возомнил? Ты что, не понимаешь, что мы на равных?» И то же самое мама Ишода, она считает себя не просто равной Кришне, она считает себя ответственной за то, чтобы воспитывать своего сына. И ничто не может нарушить это настроение в ее сердце, ничто не может повлиять на это настроение. Поэтому даже если иногда проявляется какая-то Айшварья, ее настроение нисколько не колеблется, нисколько не меняется. Или, например, когда Удава приходит из Двараки в Матхуру, чтобы поговорить с Нандой Махараджем, и он пытается как-то успокоить Нандой Махараджа, «Не беспокойся так, не переживай, разве ты не понимаешь, кто такой твой сын?» и говорит об этом Нанди Махараджем. Как мы знаем, Нанди Махараджем отвечает, «Да, о чем ты мне говоришь? Как ты можешь так говорить о моем сыне?» Другими словами, он не может оставить свое настроение, свою родительскую любовь к своему сыну. И Гопи, как описывается в читании «Черетамбите», когда Кришна говорит, что когда мне возносят почтительные гимны век, и с другой стороны, когда я слышу, как Гопи меня ругают, отчитывают, когда Гопи меня отчитывают, это завлекает мой ум, и я забываю обо всех этих почтительных гимнах век, потому что ему гораздо приятнее, когда его отчитывают, его возлюбленные девушки, подружки. И, конечно же, мы знаем этот экстаз, то, что испытывает, то, что проявляется на платформе Кевала Бахтия, этот экстаз, эти близкие отношения, этот юмор. Итак, суть в том, что мы уже много раз говорили, что понимание Божественной природы Господа уменьшает, уменьшает, сдерживает спонтанную любовь преданного. И поэтому неспособность действовать спонтанно, эта способность действовать спонтанно, она ограничивается, хотя преданные, у которых есть эта любовь, настроение Айшварьи, Айшварья Пурна, эти жители в Айхунтхе, они наполнены Айшварьей, а жители Галоки описываются как Айшварья Ситтала. Это значит, что там нет Айшварьи. Ее там нет, ее вообще не существует там, на Галоке. Итак, вот что происходит с Гоппо Кумаром, и он объясняет это Браману из Матхуры. поскольку я понимал, что он, что передо мной Верховная Личность Бога, и поскольку я помнил, что я нахожусь на Вайкунтхе Локе, два момента. И на Галоке нет ни того, ни другого понимания. Там нет понимания, что это Господь, нет понимания, что это Вайкунтха, духовный мир. Как мы уже много раз говорили, жители Галоки находятся на уровне Гьяна-Шунья-Бхакти, и поэтому они не понимают, не осознают, где они находятся, что это духовный мир. И они не осознают Божественную природу Кришны. Все, что они знают, это то, что это мой друг, это мой возлюбленный, это мой сын. Вот все, что они знают. И даже, даже когда гопи в своих молитвах, в молитвах гопи-гиты, в молитвах разлуки, даже когда они ссылаются, вы можете прочитать эти стихи в 10-й песне в гопи-гите, иногда гопи описывают Кришну как параматму. И кто-то может сказать, ну как же гопи могут описывать Господь, Кришну, как параматма? они делают это только потому, что они слышали, что кто-то другой называет его параматмой. Это не потому, что они сами так считают. Они просто слышали, что Гаргамуни или кто-то из Риши говорили, что Кришна это параматма. Но сами они так не считают. Такова природа их любви. И как мы говорили ранее, даже когда мама Ишода, даже когда полубоги сыпят лепестки на Кришну, когда Он возвращается с пастбища, она просто думает, какой удивительный у меня сын. И какой он удивительный, как его любит. И ни она, ни Нанда Махарадж, никогда их стхайбаба не колеблется, не меняется их стхайбаба родительская любовь. На мгновение может может мгновение могут какие-то мысли у них мелькать, но никогда их стхайбаба не меняется. Как мы уже ранее говорили, когда пастухи услышали о том, как Кришне относится почтительно, они увидели это, и у них мелькнуло мыслим, может быть, он Бог? Но Кришна очень быстро убрал эту мысль, показав им, что показав им, кто они, где они. И он показал им, что происходит с теми, кто считает, что он Бог, дружеской любви, как сильно им будет не хватать этой родительской любви, дружеской любви на Вайкунтхе, в Двараке. И они хотели, не хотели ничего этого видеть. Они хотели просто относиться к Кришне как к своему другу, или как к своему сыну в родительской любви. Много раз они говорили, на Галоке преобладает Дьяна-Шунья-Бхакти. И иногда, иногда только проявляется Айшвария. Но эта Айшвария, как мы описывали ранее, она покрыта Макхурией. Даже когда она проявляется на Галоке, она всегда покрыта Макхурией. Как мы уже ранее объясняли, представьте, Кришна держит Хонгавартхан, мизинцем левой руки. Это же удивительно, это поразительно. И все наблюдают, за этим видят это. Но при этом, как же жители Браджа думают? Маду Мангал думает, на самом деле это я его держу своей палочкой. И пастухи думают, нет, это не Кришна держит, это мы держим своими палочками. И клич Кришна говорит, не волнуйтесь, эта гора не тяжелая, мне не трудно. И они думают, конечно, мы же ее держим на самом деле. У них много мыслей в голове мелькают, но они никогда не думают, что Кришна сам держит этот холм. Мама Ишотта думает, Кришна стоит там с поднятой рукой, я хочу его покормить, а он не может как-то ничего поесть даже. она смотрит на него и думает, он голодает, он там такой худой уже, мне его надо как-то покормить. Очень часто это настроение, мама Ишотта именно в этом настроении, это мой сын, мой сын, она не думает, Кришна держит этот холм, Бартхан, нет, 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 все эти мысли никак не влияют на ее настроение. Да, Айшвария есть, но она покрыта Матхурьей. Такова природа Матхурьи. И поэтому опыт Гопа Кумара, то, что он объясняет здесь Праману из Матхуры, он объясняет, я помнил, что я нахожусь на Вайкунтхе, и я знал, что передо мной Верховный Господь, и это препятствовало моей чистой любви и оставляло мой ум неудовлетворенно. Сейчас, когда он говорит об этом Браману из Матхуры, он понимает, он осознает, что с ним происходило в то время, и поэтому он рассказывает об этом. И из-за этого он чувствовал определенную боль и определенное желание было в его сердце. Итак, об этом говорится в комментариях. Видя Господа Нарайану в форме Матхангапала, когда он видел его как Матхангапала, то понимание Господа, что он Верховный контролирующий, это отходило на второй план. То есть Господь пытался сделать счастливым Гопа Кумара, но Гопа Кумар не мог чувствовать полное его удовлетворение, полного счастья. И на самом деле именно этого Господь и хотел. Потому что Господь хотел, Гопа Кумар служил ему так, как Гопа Кумар действительно хотел ему служить в глубине сердца. И поэтому снова и снова говорится об этом, что Господь все устраивает. Он знает. Он действительно знает. И когда Гопа Кумар достигает своей конечной цели, Господь все устраивает на Гологии. Но Йога Майя помогает множеством прекрасных способов. Она служит желанием Господа. И Господу не надо самому все это делать. Йога Майя все это устраивает. Энергия Йога Майя, энергия сати санкалпа. Проявляется и Господь не надо ничего делать самому. Даже на Гологии он не делает это сам. Он все время наслаждается внутренним настроением тех, кто спонтанно любит его. И поскольку он так сильно наслаждается этим настроением, так сильно, когда он находится в Дварке, он плачет. желая этого, когда он на Гологии, он забывает обо всем, полностью забывает о своей божественной природе, потому что он так сильно наслаждается этим. И когда предные понимают, насколько Господь наслаждается этим настроением, тогда очевидно, те, кто хочет удовлетворить Господа, начинает культивировать это желание удовлетворить Господа в таком настроении, потому что такова природа бахти, как Прупада говорит об этом на лекции. Я как раз слушал об этом, или сегодня во время завтрака, или вчера во время обеда. Прупада говорит, что характеристики бахти, он описывал характеристики бахти, и он говорил, что преданный хочет только одного, чтобы Кришна был удовлетворен, чтобы Кришна был доволен. И Прупада говорил, что на ранних ступенях бахти, ученик должен научиться, учиться тому, как радовать Кришну, как доставлять ему удовольствие, строго следуя наставлениям. Прупада даже говорил, я помню, на одной утренней прогулке Прупада говорил, я не присутствовал на этой прогулке, но я помню, я слушал эту беседу. Прупада говорил, какова первая стадия любви. С чего начинается любовь? Что-то в этом духе Прупада говорил, поскольку преданные говорили о любви. И преданные много разных идей высказывали о том, что такое любовь с их точки зрения. И Прупада остановился, поставил свою трость на землю и сказал, нет, любовь означает послушание. Вы не можете любить, если сначала вы не будете проявлять послушание. Без этого не может быть речи о любви. Прупада не говорил об этом в лекции, которую я слушал вчера, именно так, но в этой лекции Прупада говорил о стадиях, через которые проходит преданный в своем желании удовлетворять Кришну, радовать Кришну. чтобы научиться радовать Кришну, мы должны научиться быть послушными тем, кто любит Кришну. и даже наши самые высшие преданные, которые находятся на уровне спонтанной любви, мы слышим, даже, что Рагуна Даска с вами, чье единственное желание удовлетворить Шримати Радхарани, «Если я удовлетворю Шримати Радхарани, тогда Кришна будет доволен». Он говорит об этом. Или, интересно, как Гопа Кумар? Гопа Кумар объясняет позже в Брихад Багаватамрите. Гопа Кумар до Сарупа. Шримати Радхарани попросил его прийти в материальный мир, не зайти и поговорить с Браманом из Матхуры, рассказать ему. И Санатна Госпами объясняет в своем комментарии, что обычно Сарупа он сам бы и не подумал о том, чтобы уйти с этих пастбищ, потому что он знает, что это больше всего радует Кришну, когда он там с Ним. Но он подумал, Радхарани меня просит об этом, и раз Радхарани меня просит об этом, тогда я не должен раздумывать, я должен сразу же сделать это, потому что я знаю, что если это порадует Радхарани, то это порадует Кришну. Санатна Госпами объясняет это в своем комментарии. Вы можете думать, почему Гопа Кумар ушел по просьбе Радхарани, но вот как же это может не порадовать Кришну, если просят Радхарани. Да, пусть я уйду, и меня не будет там, но об этом же просят Радхарани, и поэтому он идет и выполняет просьбу Радхарани, и он проявил себя в Матхоре, в Гакуле, чтобы поговорить с Браманом из Матхоры. Итак, с разных точек зрения мы понимаем, что удовлетворение Кришны оно стоит на первом плане, это самое главное, оно никогда, никаким образом не может отойти на второй план. Но как доставить это удовольствие Кришне? И как Пропада объяснял в лекции, которую я слушал вчера, сначала мы должны научиться тому, как удовлетворять Кришну, как доставлять ему удовольствие. И потом, Кришна, видя, что у предного в сердце развивается правильное настроение, Кришна поможет этому предному изнутри его сердца прогрессировать, чтобы предный смог доставлять удовольствие Кришне уникальным образом, соответствующим желанию в сердце Кришна. Кришна это устроит. Кришна устроит все так же, как Он все устроил для Гопа Кумара. Он устраивает все для каждого. Но нужно обращаться к Нему через правильное, используя правильные средства, правильным образом. И об этом говорил Пропада вчера. Прежде всего, самое главное, это удовольствие Кришны. И чем больше мы сосредотачиваемся на удовлетворении Кришны, тем больше паджания парамасукха матрасасукатвам как мы часто цитируем слова Дживы Госвами и Сандархи. Чем больше мы думаем об удовлетворении Кришны, тем больше мы сами испытываем удовольствие. и иногда мы можем ошибочно считать, что удовлетворение, которое я хочу ощущать, не проявляется, его нету, я не чувствую его. И поэтому что-то здесь не так. И мы можем не понимать, что что не так. Вот не так. Проблема в том, что я не думаю об удовлетворении Кришны. Вот в чем проблема. Вот что не так. И поэтому у нас есть склонность всегда искать какие-то вторичные причины, вторичные источники неудовлетворенности. Тогда как на самом деле, если мы искренне посмотрим внутрь себя, заглянем в свое сердце, и если мы будем культивировать это правильное настроение, если мы будем видеть, что, что бы мы ни делали, о чем бы мы ни слушали, какое бы служение мы ни совершали, какое бы ни было у нас общение, какие бы книги ему ни считали, если мы на самом деле понимаем, что цель в том, чтобы удовлетворить Кришну, тогда Кришна поможет этому преданному прийти к нему, и поможет этому преданному, и Кришна поможет исполнить самые сокровенные желания этого преданного, его естественные желания. Это спонтанные желания, которые уже живут в сердце. Нитья-ситха Кришна-према Сядья-кабу-ной Шамана-н-шу-читрик Преводой. Чистая любовь Кришне уже есть в сердце каждого живого существа, но выполняя преданное служение регулируемым образом, слушая повествования о близких отношениях Господа, о его любовных отношениях, о том, как он служит своим преданным, как сильно он хочет общаться со своими преданными. Когда мы слушаем об этом, то что происходит, чем больше преданный слушает об этом, тем быстрее спонтанная любовь проявляется в сердце. Поэтому нужно просто культивировать желание слушать. все остальное проявляется благодаря культивированию желания слушать. И чем больше преданный усиливает свое желание слушать, тем естественно у него будет проявляться склонность слушать об этих темах, которые подпитывают его настроение служения. Это произойдет естественно. И когда это происходит, естественным образом развивается жадность, и эта жадность становится основой, становится фундаментом того, о чем хочет слушать преданный. И без этой жадности мы должны просто продолжать слушать, пока эта жадность не пробудится в сердце. Вот что необходимо. И мы должны продолжать делать это регулируемым образом. Конечно, что для этого необходимо, как говорит Пархупада, нужно быть послушным. Это не значит, что Пархупад сказал, сделай это, сделай то, принеси мне воду, а ученик приносит молоко, и Пархупада говорит, нет, если ты послушен, то ты принеси то, о чем я попросил. Но быть послушным означает также слушаться того, о чем Пархупада говорит относительно садханы, относительно нашего воспевания, самое важное, то, что касается нашей сангхи, то, что подпитывает пробуждение в сердце этого спонтанного влечения к слушанию и к слушанию игр Господа. Это все тоже входит в категорию послушания, пока не проявится естественная жадность. Вредный должен быть послушным, он должен слушаться, даже хотя может не быть вкуса еще. Рупа Гасвами говорит в Упаде Шамрите, что имя, форма, качества Господа естественным образом сладки. Но тот, кто затронут желток и невежество, не может ощутить эту сладость. Но если он просто будет продолжать очень тщательно слушать эти имена, воспевать эти имена, слушать эти игры Господа, тогда что произойдет? Постепенно эта болезнь будет разрушена с самого корня. И тогда естественный вкус, способность испытывать вкус, пробудиться, вкус к слушанию и вкус к тому, чтобы повторять, произносить эти темы. Этот естественный вкус вернется, пробудится и проявится, если преданный очень тщательно использует свое время, чтобы продолжать слушать эти темы. Я не знаю, как я к этому пришел, но мы говорили об удовлетворении Кришны на Галоке. Да, вот как мы к этому пришли. И мы говорили, что самое главное это удовлетворение Кришны. И преданные на Галоке иногда на какое-то мгновение могут попадать под влияние величия Господа, Его достояния. Но преданные знают, что больше всего радует Господа. И поэтому преданные не оставляют свое настроение. они покрытые энергией Йога Майи. И поэтому они никогда не думают, что Кришна Бог. Их Самбандха это их отношения. А отношения означают сын, это мой сын, это мой друг, это мой возлюбленный. Вот их отношения. Они не в малейшей степени не затронуты понимания, где мы находимся, что мы занимаем самое возвышенное положение, мы выше всех других. И Кришна, Он Верховный Господь. И поэтому Гопа Кубар говорит здесь. Но затем я вспоминал, что я нахожусь на Вайкунте. И это препятствовало моей чистой любви и оставляло мой ум неудовлетворенным. Вот что с ним происходило. Я также хотел прочитать несколько стихов. Я не знаю, я сказал, что лекция будет короткая, но я хочу прочитать эти стихи из Чайтанья-Чаритамриты. Они очень актуальны. Они связаны с тем, о чем мы говорили. Это 19-я глава Мадья-Лила Чайтанья-Чаритамриты. То же самое Господь Чайтанья говорит Рупе Госвами. Хотя Он включил также некоторые другие игры, о которых я еще не говорил. Но все это составные части наставлений Господа Чайтанья-Рупе Госпания. И Он говорит Мадья-Лила 19-я глава текст 192-й. Привязанность к Кришне подразделяют на две категории. Бывает привязанность с примесью благоговения и почтения, а бывает чистая привязанность, свободная от всякого благоговения. И на санскрите здесь используется слово Айшвайя-Гьяна-Мишра, то есть знание о Кришне смешанное с настроением почтения. А другой тип привязанности называется Кевала или чистая привязанность. Чистая привязанность, свободную от благоговения и почтения, можно видеть в Гакуле в Риндаване, что же касается благоговейной привязанности, то ее можно наблюдать в двух городах Матхуле и Двараке, а также на Вайкунхе. Когда в центре внимания оказывается величие Господа, это делает любовь к Нему в некотором смысле ущербной. И на санскрите это слово ущербное санкучито, то есть санкучито значит ущербное, ущемленное. то есть преуменьшенное. Однако преданный, который находится на уровне Кевала-бхагде, даже видя безграничное могущество Кришны, тем не менее считает себя равным Ему. Мы уже приводили пример. Пастухи, они видят себя, воспринимают себя равными к Кришне. На трансцендентном уровне нейтральных взаимоотношений и служения величие Господа иногда выступает на первый план. Но в трансцендентных взаимоотношениях, основанных на дружеской, родительской и супружеской любви Его величие отходит на задний план. Когда Кришна возносил молитвы лотосным стопам Своей Матери и Отца, Васудевы и Девыки, они оба, зная о Его величии, испытывали благоговейный страх. Далее идет цитата из Шимат-Бхагаватам. Когда Девыки и Васудева поняли, что склонившиеся перед ними сыновья Кришны и Баларама — это верховная Личность Бога, их охватил ужас, и они не решались обнять своих сыновей. Это то, что произошло, когда Кришны и Баларама предстали перед ними, когда Кришна разобрался с Камсой и Кришна и Баларама поклонились Васудевы и Девыки и они надеялись, что Васудевы и Девыки ответят им взаимностью, обнимут их родительской любви. Но что произошло? Они замерли, они оцепенели, они оцепенели, поняв Божественную природу Кришны. И поэтому их охватил ужас. вот что означает почтение и благоговение. Когда есть почтение и благоговение, то вы боитесь. Как я могу, как мы говорили о царице Двараке, когда Нарадмуни попросил о пыли, пыль дать пыль со своих стоп своему мужу, которому мы поклоняемся? Они боялись. Гопи не боялись. Но жены в Двараке, жены Кришны в Двараке боялись дать пыль со своих стоп, чтобы убрать головную боль Кришны. Хотя Кришна сказал, что только пыль со стоп моих преданных может облегчить мою головную боль. Но они боялись. Рукми не боялась. Когда Кришна шутил с ней, я думаю, об этом позже будет говориться в одном из последующих стихов, она испугалась. И так Васудева и Деваки боялись. И поэтому они не обняли их. Когда Кришна явил Арджуне свою вселенскую форму, тот преисполнился благоговейного ужаса и стал просить прощения за то, что в прошлом относился к Кришне как друг без должного почтения. И затем цитата «Считая тебя своим другом, я небрежно обращался к тебе. О Кришне, о Патумак Яду, о друг мой, не ведая о твоем величии, прости меня, пожалуйста, за все, что я делал в безумии своей любви. Он боялся, он говорил, прости меня, пожалуйста, за все, что я совершал в безумии своей любви. Я так много раз непочтительно относился к тебе. Я не раз принижал тебя своими шутками, когда в часы досуга мы делили с тобой ложи или сидели за трапезой, иногда наедине, а иногда в кругу друзей. О, непогрешимый, прошу тебя, прости мне все эти вольности, все эти оскорбления. Другими словами, это почтение благоговения, которое испытал Аржуна, когда увидел вселенскую форму Господа. Из-за этого его любовь оказалась ущемленной, сдержанной. Проупады рассказывал историю, мне так нравится эта история, это прекрасная история. Он рассказывал историю, как отец, у которого были очень близкие сокровенные отношения со своим сыном дома, но если отец полицейский, когда он на работе, иногда он должен доставать свой пистолет, иногда он проявляет себя так, как это соответствует его работе, но когда он дома, он отец, он просто отец, и проупады говорят, когда отец придет домой, размахивая пистолетом и стреляя, то что произойдет с сыном? он никогда не видел своего отца в таком облике, он видел его просто как своего отца, это мой отец, но если он придет домой с пистолетом вот в такой форме, то это сразу же обеспокоит сына. И пропада приводил этот пример, объясняет, что произошло с Арджуной, когда он увидел вселенскую форму, это подобно тому, что сын видит, как его отец стреляет. И поэтому Арджуна переполнен чувствами, он говорит, прости меня, я слишком фривольно вел тебя с собой, прости мою фамильярность. И затем следующий стих «Хотя Кришна шутил с тарицей Рукминия, она подумала, что он собирается расстаться с ней, и потому испытала глубокое потрясение». И далее идет цитата из Бакхаватана. «Когда в Двараке Кришна решил подшутить над Рукминия, ее охватили горе, страх и скорбь, и она утратила способность ясно мыслить. Запястья у нее соскользнули браслеты, а Апахала, которым она обмахивала Господа, выпала из рук. Волосы ее растрепались, и она, лишившись чувств, рухнула на пол, словно банановое дерево, поваленное ветром. Кришна пытался сказать Рукминия, он шутил с ней, потому что он пытался увидеть, как она отреагирует. И он шутил и говорил, «Я не понимаю, зачем ты приняла в мужья такую личность, как я? Мы никоим образом не на равных с тобой. Твой отец, богатый царь, а я вообще ничто подсеркнул с твоим отцом. У тебя были такие возможности, ты могла выйти замуж за Чеди Раджа, Шиши Павла, очень квалифицированную личность. Почему ты не приняла его в мужья? То есть Кришна шутил, пытаясь посмотреть, как Рукмини будет реагировать. И Рукмини так сильно испугалась, она подумала, страх переполнил ее, беспокойство переполнили, и затем она стала говорить Кришне, эти слова Кришне, что мы неравны, она восприняла так, да, мы неравны, ты верховная личность Бога, я понимаю, что мы неравны. То есть, таким образом, она по-прежнему была затронута этой ашварей, она по-прежнему считала себя его женой. И это настроение, которое проявилось в ней, было результатом ашварья-премы, которую проявляла Рукмини в Двараке. И в результате она потеряла сознание и упала без чувств. И в следующем стихе говорится, на ступени Кевалы беспримечной Бхакти преданный не придаёт значения безграничному величию Кришны. Даже когда видит, как оно проявляется, единственное, что важно для преданного, это его взаимоотношения с Кришной. И Прупада говорит в комментарии, когда преданный достигает ступени чистой, беспримечной преданности, особенно в дружеских отношениях с Кришной, он забывает о величии Господа, хотя и видит проявление этого величия. Такой преданный продолжает считать себя равным Кришне. На самом деле, никто не может сравняться с Кришной, однако преданный достигает столь высокого уровня сознания Кришны, что может обращаться с Кришной словно с обычным человеком. Это несколько стихов из читаний Чаратамрита. Я хотел прочитать их. Они связаны с темой, которую мы обсуждали сегодня. Это слова Господа Чаратамрита, его наставления Шалерупи Госвами в Мадьялиле, глава 19. Итак, все есть в книгах Прабхупата. На этом мы закончим. И мы будем повторять Джапу. У меня нет никаких объявлений. Если будут объявления, я в конце скажу об этом, но сейчас ничего в голове не приходит. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gidhar Harshi Vah Sidhi Gaur Abhattu Vrindar Харь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова также и которые мы делали в начале. Начиная со следующей сессии, в субботу англоязычной и в воскресенье русскоязычной будет новая ссылка на Zoom. Перевод будет также синхронный и в субботу, и в воскресенье он будет. Но сама ссылка для входа в Zoom будет теперь другая. И ссылка опубликована в блоге, и также есть. Теперь она будет с паролем. То есть не так, как обычно мы заходим по ссылке и сразу попадаем на конференцию, а будет пароль. Вы вводите ссылку, и потом он попросит, надо ввести пароль. Без пароля вы не сможете войти. И пароль, мы его держим в секрете, не называем прямо это число, это число, это цифра, но преданные его поймут. Это количество бусин на счетках Джаба Мали. И вот эту цифру надо будет ввести. И что очень важно, пожалуйста, не публикуйте в открытых источниках саму ссылку вместе с этим цифровым паролем. Потому что разные там вредоносные силы, демоны калиюжные, то есть калиюга уже другие демоны, они входят в конференции и пытаются как-то повредить во время Джаба-сессии. Кампс их посылает. Вот поэтому не надо публиковать где-то ссылку новую с паролем. Если вы кому-то хотите поделиться, то перешлите ссылку новую и пароль, вот не в форме цифр, а именно так, как мы говорим, количество бусин. Окей, I made an announcement. Окей, I still have to say something. Can I again activate translation? No, no, it's short. It's very short. The new site is supposed to also be launched sometime very, very soon. And I would therefore recommend to make sure you go to the blog on the old site now, before this weekend to get the link and the password. In case there's a slight gap between the time you're transferred from the old site to the new site. There's an expression I oftentimes use in English. Maybe there's something similar in Russian, I don't know. But there's many a slip between the cup and the lip. So there may be a slip between the old site and the new site. So better go to the old site before it's switched to the new site and you realize you don't know how to get in. You could still get into the old site. even when the new site will be launched. But the old site will have a different link. And you might not remember it. You may not have written it down. You may have not read my blog because it's there. But you will be able to go back to the old site if you know how to get back into the old site. So you do have a way of getting the link. to the old site. to the old site. I'm happy if you know very little about computers. It means you don't waste all your time on computers. So if you don't know all these little details I'm not in the least bit disturbed. But if you want to listen to class please go to the old website before this weekend and make sure you get the link and the password. It's there. And even though it's there some devotees just asked this morning where is it? It's there. I don't know maybe it's Yogamaya you can't see you can't see the link but it's there. I'm saying all this because I really want to save the devotees who've been working so hard to try to facilitate these Zoom sessions and also to create a new website from having to repeat themselves again and again. they also have a lot of things they want a lot of service they want to do. and if you want to help them in their service please get the link and the password before this weekend on the old site. Now I know what's going to happen devotees are going to say I don't know how to get on to the old site. And some devotees may even say I've never been there before how do you do it. I don't know what to say. I don't know what to say. I'm going to stop there. So we can end here. Jai Shikhas Chaitanya Prabhu Nityananda she had waiting at hard Shiva Sydney Gorda Bhakti Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare no не Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare All glories to Srila Prabhupada